Кто молится, молитесь. Остальные просто поддерживаем нашу сборную. Россия-Украина. Бой за первое и второе место. Номинация 30 на 30. Полетели! Как мы видим, у нас в закрат отряде 7 бойцов. У украинцев трое всего. Украинцы решили по максимуму начать атаковать, но у них уже первая потеря. Первая потеря оружия и бойца. Наши все-таки пытаются вытаскивать этих бойцов на свою сторону. Под 7 бойцов заграждающего отряда. Тут дело не в своей половине, тут дело вообще в расстоянии. То есть, представляете, если они станут сразу в своей половине, естественно, ближе бежать, они украинцев сразу прижмут. Тогда бы они сразу встречались просто на центре и все, подходили бойцы. Какой смысл тогда от этого изначальной расстановки? Мы видим, что падают бойцы наши, падают бойцы украинские. Очень жесткая позиционная борьба. Мы не отдаем фланги. Наши бойцы очень крепко держатся за борта. Стараются не сдавать эти позиции, потому что как только борт отпустили, сразу же там полезет вражеский солдат. Ну, для украинцев, соответственно, наш солдат будет вражеским в этой ситуации. Для нас украинский солдат. Давайте, 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 парни, подсверитесь и устройте настоящий разгром друг к другу. Давайте посмотрим. У каждой команды есть 100% тактика. Они ее придерживаются и они стараются ее воплотить в жизнь. Посмотрим, у кого эта тактика была лучше и кто сможет ее превратить в жизнь наиболее, так сказать, правильным способом. Кто сможет с помощью этой тактики одержать победу. У меня появилась новая кричалка, но я ее не буду озвучивать. Она, она хорошая, она хорошая, просто она слишком для меня личная. Ну что, мы видим, что уже многие бойцы лежат на ресталище. Стараются не шевелиться, внимательно наблюдают за тем, что происходит. Они уже не примут никакого участия в этом бою, особенно в центре. Именно, ой-ой-ой-ой, украинский боец получает фальчуонного Тора, но он не хотел его бить. Это просто случайность. Если я правильно увидел, что именно Тора, да. Это просто случайность. Он махнул мечом, промахнулся и попал сидящему же бойцу по голове. Это чистая случайность. Наши бойцы прекрасно держат дистанцию, работают алибардами, наносят очень много точкиных, четких, сильных ударов. Хотелось бы, чтобы Брюс сейчас повторил свой, вот этот, свою двоечку. Один удар забрало, одно падение. Следующий удар забрало еще одного. Вот Андрей Киселес вышел в центр. Фехтует алибардами он со своим оппонентом. Есть, у нас прорвался Роман Баранас. Схватил украинца за шею и пытается его пылить. Пожалуйста, поменяйте картинку. Это очень ужасный кадр. Делайте общий план, пожалуйста, сделайте общий план. Наши прорываются, наши проходят по борту. Начинают потихоньку загибать, загибать. Фланг украинца. Все, все, сломали. Сломали фланг и начинают давить украинцев. Есть, есть, друзья. Чистая, мощная, честная победа. Все, стоп бой, стоп бой. Браво. Браво, друзья. Аплодисменты нашим бойцам. В первую очередь все жиждится на правилах, да, вся наша жизнь. Итак, бойцы приняли позиции боевые. И бой начинается. Бескомпромиссный бой. Второй раунд. Здесь все сейчас зависит от желания украинцев побеждать. От их возможностей технических, тактических и, конечно же, физически и морально волевых. Летят алибарды, друзья. Но вот у меня из моей комментаторской прекрасный вид. Сыпятся искры. Да, вот, вот, хорошая картинка. Останьте, пожалуйста, пока так. Украинцы делают прорыв, но сразу же падают. Не удается бойцам Украины прорваться. Мы видим уже двух бойцов, стоящих на коленях из Украины. Они, к сожалению, выбыли из боя и сейчас не смогут никак помочь своим товарищам по команде. Наши пока все на ногах. А нет, уже минус один, минус один. Это бойцы с клуба Западная башня. Сборная России имеет огромную поддержку от фанатов сборной. Мы видим, что Моцарт тоже упал. И, к сожалению, мы не увидим вот этих замечательных хипических кадров из его Гоу-Про. Как продолжался бой. Наши отступают, но при этом они отступают. Смотрите, как они отступают и забирают с собой украинцев. С левого фланга опять попытка прорыва. Возможно, у них это получится. А, к сожалению, не получилось. Ну, как бы фракты они взяли, но сами упали, ребята. Можно каждый день начинать бой Украины-России? Ну, давайте попробуем у организаторов спросить. Уважаемые организаторы, можно ли каждый день начинать бой Россия-Украина? Вот с утра прям бой России-Украины и все. И дальше уже как пойдет. Они улыбаются, стоят. Хитро. Ну что, друзья, если вы будете, конечно, донатить нам там миллионы, то будем каждый день вам устраивать бой Украины-России. Прямо каждый день. Ну что ж, медленный... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боец с медвежьей пяди Тор. Спотыкается и падает. Очень удачно. Евгений Гладков мы видим. Высоченный боец с огромной палкой, на которой насажен топорище. Ищет себе жертву. Ходит, ходит, высматривает. Сейчас остановится, говорит, и как втащит в голову. Украинцы потеряли очень много бойцов. Украинцев все очень плохо по количеству бойцов. Это печально для них. Но наши ребята пока что не стараются делать раши. Они их потихонечку-потихонечку из себя втягивают. Но вот... Вот кто-то из наших ребят прорывается, нападает с тыла на украинцев. Если я не ошибаюсь, это боец Никита Васторгин был. Если я не ошибаюсь, друзья, он недавно совсем получил шлем Грифон и в нем сважается. Здесь мы видим, как Андрей Кисельос, и к нему на помощь прибегают еще его товарищи. Он вяжет бойца украинского. И сейчас его будут окучивать. Бое, второе, все, он сам падает. Все, стопой, друзья, это победа! Это победа сборной России в номинации 30 на 30. Еще одна золотая медаль в нашей копилке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!